Хочу посоветовать вам молодой канал авторских историй с пятницы на субботу. Ребята ведут проект с небольшой командой, пишут авторские страшные истории и рассказывают жуткие легенды своего родного посёлка в Краснодарском крае. Из авторских рассказов мне больше всего понравились страшилки в стиле альтернативной истории о кибер-ужесе. Однако ещё более необычно звучат истории в духе шансона и тюремной романтики, в которых криминал сталкивается с нечистой силой. Рекомендую зайти посмотреть, ссылка в описании. Передавайте от меня привет! Глаза. Множество глаз, что пристально смотрят из каждого тёмного угла. А повсюду. Насколько хватает взгляда? Отвратительный туманный морок непонятного цвета. То тут, то там. Лениво, но методично что-то шевелится и пульсирует. Совсем недалеко есть что-то большое. Стоит сделать шаг, и твои руки утонут в омерзительной массе щупалец, которая выглядит словно клубок змей без голов и хвостов. Всё это часть чего-то большого, чего-то чертовски знакомого. Елена открыла глаза и повернулась на спину. Стук сердца давал в живот, и в ухо словно бы колокольный звон. Она поднялась на локти и посмотрела на пол, ещё не отойдя от кошмара, ожидая увидеть в своей комнате продолжение сна. На полу был лишь свет. Девушка снова откинулась на спину и подумала о том, что теперь ни за что не заснёт. Снотворного пить не хотелось. Она встала, протёрла глаза, от всей души потянулась и сунула ноги в тапочки. Включив телефон, села и посмотрела на время. 10.30. Она проспала всего 4 часа. А это значит, что впереди её ждал ещё один разбитый день, полный попыток открыть конспекты для того, чтобы через 5 минут их забросить. Начало дня не претерпела никаких изменений за второй год жизни в одиночестве. Елена выкурила тонкую сигарету на балконе и, зевая, вернулась в комнату, чтобы нажать на ноутбуке и кнопку питания. «Надо что-то с этим делать», – пробромотала девушка, отыскивая на рабочем столе иконку поисковика. Запрос «Кошмар и бессонница, что пить» выдал пару средств народной медицины, несколько статей в стиле «В здоровом теле здоровый дух» и сердечные советы обратиться к специалисту, если дурные сны проследуют долгое время. Елена вспомнила об одной вещи – нехотя встала с кресла и направилась в прихожую за сумочкой. Вернувшись, вытрахнула нехитрое содержимое на кровать, пошарила немного и понесла к очкам кусочек розового картона. Доктор Сибирцев – кандидат психологических наук, консультации и анализ, психологические тренинги, помощь семьям. Несколько дней назад, прослушав о кошмарах и переживаниях по этому поводу, лучшая подруга вручила Елене эту визитку и заверила в том, что доктор Сибирцев – специалист, что надо. Елена подумала об этом, пока чистила зубы, ещё раз вспомнила, пока причесывала волосы и, наконец, подавшись импульсу, набрала номер, указанный на карточке. Смартфон отмерил несколько гудков и, наконец, приятный мужской голос произнёс «Алло?» «Здравствуйте, Павел Сергеевич? Извините, что беспокою. Я хотела бы…» «Мочают кошмары? Бессонница?» Бесцеремонно, но мягко перебил голос. Елена на несколько мгновений оторвала трубку от уха и оставилась на телефон, словно бы он превратился в кобру. «Откуда вы знаете?» «Сейчас 6.15 утра». Девушка обернулась на большие настенные часы и покраснела до кончиков ушей. Часы на смартфоне безбожно спешили. «Не беспокойтесь, я уже встал». Бархатным тоном уверил голос. «Вы хотите записаться на приём?» «Да, если возможно. Может быть, через…» «Отлично. Приходите сегодня к 12 часам дня. Адрес указан на обратной стороне визитки». Елена снова вздрогнула. «Откуда вы знаете про визитку?» «Откуда вы знаете мой номер телефона?» Шутливо переспросил мужчина. «Может быть, на следующей неделе?» «Нет, не стоит откладывать, если вам необходима помощь». «Но мы ещё не поговорили о цене». Девушка нервно накручивала прятку волос на палец. «Вот и поговорим. До встречи. В 12 дня». «До встречи». Шумно выдохнув, Елена положила телефон на стол и с убитым видом посмотрела в зеркало. Про неё явно нельзя было сказать, что она легка на подъём. Елена шла по длинному коридору, наслаждаясь приятным стоком каблуков по дорогой плитке. Привыкнув к бесплатным поликлиникам, она с удовольствием рассматривала узор на тканевых обоях. И даже ненароком коснулась рукой одной из стен. Вместо плакатов о здоровой еде и вреде наркотиков, через каждые несколько метров попадались репродукции известных картин. Наконец она наткнулась на дверь с нужной табличкой. Сибирцев Павел Сергеевич. Три раза для приличия стукнула кулачком по красной древесине и вошла. Доктор Сибирцев стоял возле небольшого столика у окна и просматривала какие-то папки. Замятив Елену, он обернулся через плечо и, улыбнувшись одними губами, указал на одно из двух больших кресел. Девушка сняла с плеча сумочку и с удовольствием откинулась на спинку. А впрочем, тот же час смутившись, подобралась и села прямо. Мужчина заметил это, отложил бумаги и присел напротив. «Итак, Елена, что вас беспокоит?» «Кошмары, бессонница, постоянная усталость». Избежав прямого взгляда в глаза, она посмотрела вправо на серые облака, что мирно плыли за большим окном. Всё валится из рук. «Давно?» «Честно говоря, почти всю жизнь. Но последние несколько месяцев особенно сильно. Травмы, патологи в детстве были?» «Полная глухота на правое ухо с рождения?» «Кажется, осложнение от гриппа во младенчестве. А вроде бы больше ничего». «Прекрасно». Мужчина кивнул самому себе и взял у журнального столика блокнот с ручкой. «Живёте одна?» «Да. Два года назад переехала от родителей». «Вы этим довольны? Не чувствуете себя одинокой?» Он что-то быстро очерканул на бумаге. «Иногда. Но не думаю, что кошмары связаны с этим». «Кошмары чаще всего связаны с тревожным состоянием. А жизнь в одиночестве часто способствует проявлению такового». Сказал он, сделав ещё запись. «Не такие кошмары. Наверное, не такие». «А какие же кошмары вас преследуют?» «Что-то очень отвратительное». Елена неосознанно жала сумочку руками и почувствовала, как внутри что-то хрустнуло. И что-то как будто знакомое». «Знакомое?» «Да». Елена кивнула. «Как будто я смотрю фильм и знаю концовку. Но фильм всё равно очень неприятный». «И что же конкретно вам снится?» Доктор отложил блокнот и подался вперёд. «Это трудно описать. Будто бы желудок какого-то кашалота. Чего-то большого. Действительно трудно описать. Простите, Павел Сергеевич». «Просто Павел». Мужчина ещё раз улыбнулся. «Предполагать ещё рано. Но думаю, корень проблемы лежит в детстве. Так бывает в большинстве случаев. И у вас, скорее всего, не исключение. В любом случае, мы это выясним». Время приёма пролетело быстро. Павел скрупулёзно расспрашивал о родителях, друзьях, недавних переживаниях, мелких бытовых деталях. И, наконец, вежливо сообщил о том, что следующий пациент уже должен скоро подъехать. Он был довольно молод. И оставило после себя крайне приятное впечатление. Елена ехала домой в хорошем настроении. Что-то подобное огромной сороконожке пробежало рядом и скрылось в тумане. Сплетение щупалец оставалось на своём месте, то и дело пытаясь обвить ноги. Но что-то поменялось. Вдали стояла человеческая фигура и спокойно смотрела яркими жёлтыми глазами. От неё тянуло чем-то родным и добрым. И это пугало особенно сильно. Ничего не может быть родного и доброго в этом царстве мерзости и ужаса. Елена попятилась и споткнулась обо что-то мягкое. Туман развелся. И она увидела множество огромных не то башен, не то деревьев, что простирали сверх и теряли свои вершины в тёмном небосводе. Она посмотрела вперёд и увидела, что человеческая фигура тоже сделала шаг вперёд. Елена открыла глаза. Прошла неделя. Павел заботливо налил две чашечки кофе и привычно уселся напротив. Елена, в свою очередь, поглаживая ручки кресла, рассказывала черной факт из своей жизни. Поначалу это было довольно некомфортно. Она пересказывала свои школьные годы, вполне сносные отношения с отцом, редкие ссоры с матерью, перечисляла положительные и отрезательные качества своих немногих подруг. И иногда удивлялась тому, что жизнь её довольно скучна. И рассказывать, в общем-то, нечего. Выснилось, что детство её было вполне себе счастливое. Что друзья относятся к ней хорошо, а родители проявляют заботу. Не выяснилось пока только одно – причина кошмаров. И хотя она всё так же просыпалась по ночам, остальная часть дня проходила вполне мирно и продуктивно. Беседы с психотерапевтом явно давали свои плоды. «Я думаю, мы можем попробовать одну небольшую методичку», – предложил Павел, поглаживая подбородок. «Она немного… спорная, но в некоторых случаях приносит желаемые результаты». «Какую методичку?» Елена поставила кофе на столик. Я задаченно посмотрела в глаза мужчине. «Вы наверняка слышали про гипноз?» «Конечно, слышала. Вы меня загипнотизировать хотите?» «Но у меня же нет никаких подавленных воспоминаний. Он же для этого нужен». «В вашем случае гипноз будет подобен зеркалу. Вы должны взглянуть на себя Елена, на свою суть и примириться с ней». «Звучит не очень психологично». Павел одарил её своей спокойной улыбкой. «Если вы беспокоитесь, мы, конечно же, от такой методики сразу откажемся. Ну, если это поможет, почему бы и нет?» «Только не заставляйте меня под гипнозом никого убивать». Девушка замолчала и покраснела от своей глупой шутки. «Только если после меня у вас назначена встреча с Джимсом Бондом». Елена хлопнула несколько раз ресницами и рассмеялась. Он выключил свет, задернул шторы и достал из ящика стола нечто вроде маятника. Заставил Елену сесть в самую удобную позу, отключить мобильный телефон. Наконец-то слегка ударил маятник ручкой. Тот начал мирно ходить вправо и влево. «Смотрите на маятник. Он движется вперёд и назад. Назад и вперёд. Маятник – это время. Мои слова – это реальность. Пусть они текут сквозь вас. Слева и справа. Сверху и снизу только безопасность. Только спокойствие. Ощутите своё тело и слушайте мой голос». Где-то в углу комнаты шевельнуло щупальцы. «Вы полностью контролируете ситуацию. Все действия идут вам на пользу. Слушайте мой голос». За шторами, за окном. Огромный монолит устремился в небо. «Вспомните, что было раньше. Идите за маятником». Я переехала от родителей. Я на выпускном балу. Я в пятом классе на уроке географии. Я купаюсь в реке с папой. «Это всё ещё не ты. Иди дальше». Я иду в первый класс. Мама покупает мне большую розовую куклу. Я плачу из-за разбитой чашки. Играю в песочнице. «Слушай мой голос. Голос – это маятник. То, что ты видишь, не ты. Всё ещё не ты. Ищи себя». Мультики по телевизору. Смеюсь. Кошка прыгает на кроватку. «Ещё немного. Иди глубже. Вспоминай нашу добрую и ласковую матушку. Вспоминай. Ты почти у цели». Нежные руки. Множество рук. Кладут меня в тихое место. Делают надрез. И я вижу тусклый свет вдали. Повсюду ржавчина. Плохо пахнет. Я выбираюсь из-под тёплого, мокрого одеяла. Я ползу на свет и выбираю свою комнату. Она огромная, словно стадион. И она перевёрнута. Внизу стоит маленькая кроватка. В кроватке ребёнок. Огромный младенец. Словно бы гора по сравнению со мной. Он спит. Я слышу голос матушки. Слов нет, но есть мысли. Она торопит меня. Я спускаюсь по стене. По мягким обоям. Прыгаю на край огромного моста, что служит кроваткой для младенца. Спускаюсь ещё ниже. На мягкую пелёнку. Ползу на голову ребёнка. Он сдрагивает. И я падаю вниз. Смотрю вверх. Вижу пещеру огромное ухо. Ползу внутрь. Глубже и глубже. Делаю надрез. Недра пещеры сотрясаются. Отовсюду слышится громоподобный вой. Но это меня не останавливает. Я ползу глубже. В темноту. Добираюсь до нужного места. И впускаю свои крохотные ручки. Каждую в нужное место. Каждая ручка сливается с приятной мокрой теплотой. Наконец я впиваю зубами в мягкую плоть и сливаюсь с ней полностью. Что-то животное сопротивляется мне. Но я его легко ломаю. Теперь я могу шевелить своими новыми ручками и ножками. Могу открыть глаза. Вижу новую маму. Елена открыла глаза и вскочила с кресла. Павел стоял в тёмном углу. Его глаза на мгновение сверкнули жёлтым цветом. Девушка обняла себя руками. Подошла к окну и резко отдёрнула шторы. Свет залил кабинет. Наконец она обернулась и дрожащим голосом спросила. Что я такое? Девушка обняла себя.